Проехали на троллейбусе и прокачали финансовую грамотность. На кольцевом маршруте Владимира прошла необычная акция. Сегодня на данном маршруте действует акция «Финансовый троллейбус», которая проводится совместно с Владимирским государственным университетом, совместно с Центральным банком, с отделением полиции. Мы в рамках данного маршрута рассказываем про новые виды мошенничества, даем юридические консультации. Пассажиры «восьмерки» смогли получить ответы на волнующие их финансовые вопросы. Как не стать жертвой мошенников, выбрать оптимальный продукт, который предлагают банки, защитить свои потребительские права. Специалисты отделения Банка России презентовали пассажирам новую 100-рублевую купюру. Эксперт рассказал о средствах защиты и отличительных признаках оригинала. Напомнили пассажирам троллейбуса и об уловках дистанционных мошенников. Жители региона нередко становятся жертвами обмана и переводят злоумышленникам крупные суммы денег. Сотрудники полиции напомнили, что не следует доверять голосам из трубки или сообщением с просьбами перевести средства в соцсетях. Кем бы ни представлялись собеседники, не стоит следовать их указаниям. Лучше не торопясь перепроверить информацию самостоятельно или рассказать о звонках и сообщениях близким, чтобы вместе разобраться в ситуации. Пассажирам было очень интересно. И многие задавали вопросы, которые касаются их личных, каких-то звонков, поступивших на их телефонные номера. Они волновались, кто им мог позвонить и как им вести в подобных ситуациях себя. Им было все разъяснено. И я думаю, что каждый гражданин узнал что-то новое для себя, потому что мошенники не стоят на месте. Они с каждым днем все новые и новые придумывают уловки. И поэтому наша задача предупредить об этом граждан и не допустить переводов денежных средств на счета мошенников. Пассажиры, в свою очередь, поделились печальными историями своих знакомых о том, как их обманывали или пытались обмануть мошенники. Кроме того, люди могли задать интересующие их вопросы. Некоторые ситуации участникам акции удалось разрешить прямо в троллейбусе благодаря специалистам. Трудные случаи эксперты взяли на заметку. Каждому участнику акции вручили профилактические памятки и брошюры.